Следующий проект новенький. Не в смысле, что он новый проект, а он называется новенький. Всем привет! Меня хорошо слышно? Буду громко говорить, просили, что... Да-да-да, правильно, так и просили. Отлично. На экране пока ничего нету, потому что я хочу пару слов сказать о себе. Меня зовут Александр Ермолин, я продюсер 45 фильмов короткометражных. Один сейчас в постпродакшене, премьера была 9 февраля в кинотеатре «Космос». Мы снимали его в прошлом году в Крыму. А сейчас хочу представить такой проект, который совершенно новый, не похожий на предыдущие проекты. В плане моих. Не только темой, но и реализацией. Но для начала хочу предоставить вашему вниманию короткий тизер. Пожалуйста, включите видео. Все делается постепенно. Курица 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 Выпусти их, лучше их выпусти Так, все, давай по одному Серега, шапку надень А ты не смейся, тоже шапку давай надевай Ты не смейся, на машину не лезем Так, вижу, вижу Так, успокойность На машину не забирайся, я тебе говорю Сеня, Сеня, давай быстрее, пожалуйста Ты посчитал, Иксень? Так, это кто в машине у нас, а? На машине говорят, кто в нас Ребята, пожалуйста Далеко не убегай, на дорогу не бегаем Стойте Люба Это чей мальчик, а? Дети, подай туда, идите Не знаю, я его не рожала Давай дома разберемся, пожалуйста Шапку надень Куда? Пакеты взяли, дети Пакеты За пакетами парни, вот пакеты Спасибо Петр, не верите Дай, дай, дай Мама, я, стасла Дай, попроси, на стоявки дай Дай, 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 дай Папеты Дай, 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 дай Спасибо, спасибо. Ну, это вот тизер такой, снятый за один день на коленке. Но о чем вообще проект, сейчас расскажет режиссер фильма Мария Сокова. Здравствуйте. Здравствуйте, я коротенько расскажу, о чем история. В многодетной семье самым непонятным образом вдруг оказывается незнакомый и совершенно чужой мальчик. Этот мальчик постепенно, шаг за шагом, поступок за поступком, превращается из нежелательной обузы в любимого члена семьи. И попутно он возвращает в эту семью спокойствие, гармонию и счастье. Если можно, презентацию. Следующий кадр. Следующий кадр. Локации. В выборе локации лично я опиралась на свои детские ощущения той уютности и сказочности моего дома. И вот в этой семье, в этой многодетной семье и в доме, где живет любовь, мне хотелось создать этот уют, сказочность. Даже такой с отсылкой к домикам гномов, к такому пряничному стилю, что ли. Вот. И у нас такими шторками там, с горшочками. Такой уютный, сказочный беспорядок. Можно следующий? Референсы. Фильм «Кустурицы. Делай кошку, черный кот», как мне кажется, очень созвучен своей плотностью эмоций и задора в каждом кадре. Второе. В яркости и живости персонажей и в доле такого логичного безумия в каждой ситуации. Фильм «Один дома», ну, там референсом является сцена, где семья собирается уезжать и забывает мальчика дома. И, ну, мне кажется, просто это очень похоже на нашу ситуацию. И в идеале, ну, собственно, на самом деле, не только фильм, а многие фильмы в идеале, но у нас схожесть в том, что в абсолютно абсурдных ситуациях нам надо будет держать достоверную, почти документальную актерскую игру. И последний кадр. Тема, которая затрагивается в этом сценарии, в этом фильме, она на самом деле очень сложна. И это тема пряных детей, и говорить о ней, ну, трудно. И, ну, вообще-то говорить рано надо. И вот чем мне этот сценарий очень нравится, именно тем, что такая вот для меня важная, волнительная тема, она раскрыта очень легко, смешно, через юмор, через иронию, и даже через самую иронию, вот если честно говорить. И у меня вот есть несколько личных, моих вот личных причин, по которым мне очень-очень хочется сделать этот проект. Ну, первое, да, мне нравится история, и нравится именно то, как она преподнесена. То есть, ну, сценарий меня вдохновляет. Второе, я мама, и я, правда, меня переживаю за всех других детей. И мне очень хочется, чтобы все дети на земле, чтобы у них у всех были свои любящие родители. И если каким-то образом этот фильм сможет повлиять на кого-то, и может быть даже кого-то там... Я прошу прощения, вы уже вышли за график, да, спасибо. Мы поняли, как минимум две причины есть. Давайте, может быть, вопросы, да, спасибо. Друзья, коллеги, члены жюри, пожалуйста. А то мы дадим дослушивать причину. Вот у вас написано, что жанр вы определяете как семейное кино. Почему вы так называете? Потому что там у вас семья присутствует? Для семейного просмотра. Да. Мы для семейного просмотра. А почему для семейного просмотра? Что вам дает так, право так говорить, так думать, да? Ну, нет, право это не давало, конечно, мы можем так предполагать. Извините, я так выразила. Почему вы так думаете, да, что это для семейного просмотра? Ага, ну, мы предполагаем, что история семьи, она интересная как родителям, но в то же время у нас есть дети, которые будут жить тоже своей определенной жизнью, и, соответственно, детям тоже будет интересно посмотреть на это. То есть мы определяем семейные именно дети и их родители. Ну, проблематика, да. Ну, вот проблематика, да, и то, что вы объяснили, скорее, то, знаете, вот это всеобщее заблуждение, да, фильмы с детьми, да, или фильмы про семью определяются как семейное кино, но это разные вещи, да, и дети с детьми, и фильмы с детьми, да, это не всегда детское кино, как мы понимаем. Спасибо. Мы об этом не писали, что детское кино, и, кроме того, там, помимо того, что семейное кино, это, скорее, для семейного детей, у нас еще указан жанр сам, то есть это лирическая камень здесь. Это элементами абсурда еще. Спасибо. Еще вопросы, друзья? Что есть у проекта на сегодняшний день, кроме режиссера, сценария и творческой группы, которая была? Ну, собственно, там вот был слава, для чего, собственно, нам нужен пичинг. Ну, сейчас вот когда этот период идет, мы тизер вот сняли, сейчас идем кастинг с актерами тоже проводим, тут как часть пробовала. Собственно, хотим найти партнера по технике, найти по постпродакшну партнера, и креативного продюсера по продукт-плейсменту, потому что я считаю, что здесь большое, ну, как бы, обширное поле для продукт-плейсмента, тут детские товары и различные услуги могут быть. Происк финансирования, наверное, будем на планете тоже искать, ну, как бы, все зависит, может быть, какие-то инвесторы, заинтересованных людей найти. Так, в принципе, команда есть, все есть, только вот можно снимать и, собственно, да, чтобы к концу года уже выпустить его, показать. Спасибо. Еще вопрос, да? Вопрос такой, у нас, к великому сожалению, как бы, рынок короткого метра отсутствует, да, и как вы собираетесь отрабатывать продукт-плейсмент при отсутствии рынка? Вы имеете в виду, сколько зрителей увидит этот короткий метр? Ну, вы говорите, вот мы сейчас соберем продукт-плейсмент, да, хотя это очень сложная вещь, дико сложная вещь, и как, собственно говоря, отрабатывать этот продукт-плейсмент при отсутствии рынка проката короткометражного кино? Ну, несмотря на это, все равно короткий метр выходит на экраны, да, то есть, и, соответственно, премьера «Кинальмонахи», которого сегодняшнего дня тоже выпустили, вот, плюс мы занимаемся продвижением тоже «Кинальмонаха», «Позитивное кино» называется, выпускаем вот по 30-ти городам к 1 апреля, где, соответственно, тоже много зрителей увидит, плюс фестивали, и какие-то плюсы, так как это еще и социальный проект, мы планируем, мы будем различными показывать на площадках, как социальный проект, и зрителей будет много. Понятно. Филипп? Да, и такой вопрос. А зачем вы, в общем, делаете этот фильм? Это на фестивале, или вы планируете потом в «Кинальмонах» какой-то включать эту историю, или делать, или объединяться с другими короткометражками? Зачем, вот куда это все? Ну, одно-другого не исключаю. То есть это как самостоятельный короткий метр, так же, который будет на фестивалях. Нет, то, что одно-другое не исключает, это понятно. Вы зачем это делаете? У вас есть план? Для того, чтобы донести кино для зрителей, чтобы дать возможность зрителю, как можно больше зрителей увидело и задалось вопросом, те, которые мы поставили. То есть цель – короткометражка, вот и все, да? Вот этот вот формат вы сейчас держите в голове. В смысле, в глобальном смысле, или… Я все понял. Ну, спасибо. Нет, «Альманах» тоже планируется, да, только объединение. Последний вопрос от «Планета.ру», давайте и будем отпускать уже. Это короткий предметный вопрос, спросите. Есть опыт работы у вас с народным финансированием или нет? Ну, предыдущие проекты, в частности, которые вы снимали. Какой напомните? «Кошмарный курорт». Прекрасно. Ну, ждем вас снова тогда, больше вопросов нет. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем. Спасибо, да. Я просто сам, поскольку занимался рекламой и продукт-плейсментом, я понимаю вопрос, потому что продукт-плейсмент, он измеряет количество контактов со зрителями. Соответственно, у короткого метра он на порядок ниже, чем у любого сериала. Поэтому продавать продукт-плейсмент в коротком метре – это сложно.